Сегодня мы поговорим о парадоксах, которые были известны в некоторых античных времен, некоторые более поздние, в основном придуманы с 19-го, в начале 20-го века. Это то есть самый семантический парадокс, который сейчас мы видим. Цель того, что мы сейчас будем обсуждать, заключается в том, что если на эти парадоксы сложились с временной, более формализованной точки зрения, то они перестают к их простым парадоксам, а на самом деле становятся методом рятостого материала. Начнем мы с самого простого из них, пожалуй, известного из древности. Называется он парадокс. Лучше царь, греческий парадокс, но я его сформулирую в таком виде без личности. Вот так. Это утверждение ложи. Такое вот высказывание, которое обозначено как-нибудь в этом. А. Ну и мы видим, что в утверждении А что-то говорит как самого себя. А им надо уговорить, что оно не является истинным. То есть, если так, что А, ну, равносилие, допустим, на самом деле просто равно в некотором смысле, того, что оно не верно, вот это означает отрицание. То есть, в том числе, какие-то ревности. Ну, все прекрасно понимают, что существование такого утверждения сразу влечет к парадоксу. Потому что, если мы предположим, что утверждение А истина, то мы сразу заключим, что утверждение А ложное. И наоборот, если мы предположим, что А ложное, мы заключим, что А истина. То есть, А и не А, и в том и в другом случае должно существовать одновременно, что допускается вообще. Что с этим обычно делают? Ну, на самом деле, мы сформулировали утверждение А как некоторое утверждение у самого себя. Вообще говоря, традиционный логический язык подобного урока. На самом деле, он написает неравносительный, он написает просто радостно. И если надо посмотреть более внимательно, то на самом деле здесь написано не определение А, выражающее его утверждение как не А, а здесь написано некоторое уравнение. Где А это некоторые неизвестные, и мы должны его решить, найти такое А, что оно удовлетворяет такому радостному. Ну, и простое решение заключается в том, что в силу того, что мы получили противоречие, мы, на самом деле, доказали, что это уравнение, ну, логическое уравнение, не числового, а уравнение в логических высказках, нет решения. Ну, это, ничего в этом удивительного нет, потому что много уравнений, у которых нет решения. Но, тем не менее, есть некоторое уточнение, которое позволяет здесь немножечко выправиться в эту ситуацию. Наиболее, пожалуй, близко к такого рода решению такого рода уравнений. Утверждение называется теоремой о неподвижной точке в таком виде, насколько я понимаю, ее сформулировал Соломон-Фейферман, хотя в Гёдере, конечно, такое утверждение в некотором смысле будет. Теорема о неподвижной точке звучит. Если какой-нибудь b от x от непроизвольная переметическая форму будет ровно с одной переменной x, то существует такая а. Я вот сейчас напишу это утверждение, а потом его отметил. Такая а, что... И вот дальше некоторые странные вещи будут. Если я напишу, вот такой, знаете, такой, причем это выгодно. Доказуемость. Доказуемость была. Доказывается... Ну, давайте, по-честному, напишем, где я напишу здесь па. Применец-применец. Хотя на самом деле это верно для более широкого класса теории здесь не нужно. па доказывает, что а относительно па. А вот дальше хочется написать вот а. То есть, хочется взять вот так. Значит, что есть говорить? Что есть некоторые свойства, п от x, то можно подобрать такую формулу, которая говорит, что я обладаю этим свойством. Это то, что хочется сказать. Но здесь есть некоторые проблемы. Потому что мы говорим языки арифметики. Ну, почему мы в языке арифметики, разговор о числах, это мы уже потом скажем, чем в том, что язык арифметики. x переменная по числам. То есть мы, во-первых, не можем подставить туда формулу. Это значит, что нужно из формулы сделать каким-то образом число, а не зафиксировать некоторую нумерацию формулы. Ну, к счастью, это сделать и можно, потому что формулы – это слова в некотором алфавите, это некоторые конечные записи. Ну, их можно некоторым естественным образом перенумерировать. И это число, код, формулы, называется ее Гёдер, но на ромке обозначается вот такими вот забавными, угловыми скобочками, такими вот пробочками. То есть, если а – это формула, ну, некая логическая запись, как бы сказано, то вот этот вот ее код – это Гёдер и феномер. Это число. Это. Детали этого кодирования нам сейчас не очень важны, но надо попробовать некоторыми естественными свойствами, которые мы будем по ходу дела вспоминать. Дело в том, что вот эту теорему мы можем доказать, но кое-что мы все-таки загоним. Вот как-то свойства доказуемости, которые нам будут нужны, мы им будем... А вот это как раз обсуждалось. Да. Вот как раз, что существует Гёдер и феномерация, это здесь обсуждалось. Да, но обсуждались ли условия Гриберта Бернатиса, что доказуемость влечет доказуемость доказуемость. Нет. Ну, вот это я сформулирую. Для того, что технически сложно, а поверить в это очень легко, это очень естественная вещь. Ну, давайте пока вот мы вот про эту теорему мы ее запомним. Значит, она вот ожидает, что если есть какое-то свойство натурального числа, то мы можем рассматривать его как свойство формул, ну, через их номера. А значит, существует формула, которая равносильно тому, что она обладает данным смыслом. Она говорит, что я обладаю данным смыслом. Такая формула вообще говоря не обязательно. Единственная, ну, хотя бы одна такая. И тогда давайте с этой точки зрения посмотрим вот на вот эту ситуацию, что формула говорит про себя, что она не истина, что она нужна. Здесь как раз тот самый случай, когда на прямой теореме они по первой точке нельзя применить. Потому что здесь формула, вот здесь слева находится формула А, а справа находится какой-то такой объект, в который А входит не через свой геодерев номер, а просто вот так, как формула А. Заводосили. Заводопреждение. То есть для того, чтобы это могло бы сработать, нужно выразить истинность нашей формулы в терминах ее геодерев номера. Ну и давайте мы это сделаем. Значит, давайте такое рассуждение. Пусть существует такая формула tau от x, такая, что tau от геодерев номера А выражает истинность формулы А. То есть мы говорим, что эта самая tau, она вот, так сказать, по геодереву номеру определяет истину формулы А. или нет, мы смотрим на формулу и пытаемся понять. Причем, tau сама тоже должна быть тестовая форму. Вот такой хитрый конструкт. То есть у нас вроде как, чтобы сказать, что А истинна, достаточно просто сказать А, но теперь нам дана не А, а дан ее номер, мы хотим по этому номеру понять истинно эта формула или нет. Что бы произошло в этом случае? Я бы мог сразу применить теоретку неподвижной точки и сказать следующее, что В равносильно своей неистинности. Ну, а неистинность должна быть равносильна, так сказать, где В. Ну, это сразу привело к тому же самому парадоксу, с которому мы сегодня и начали. Какой-то его вывод, что не существует такой формулы tau, что вот это выполняет. Ну, если это теория аккуратная, это называется теорема так, чтобы невыразимость истинности. Которая сформулируется так, что не существует формулы tau. Это есть такое, что tau вот, ввел в его номер А, он носит А для всех. Вот такая теорема. Это, так сказать, то, во что непосредственно выливается парадокс. То есть, если бы мы могли через Йоделя в номер говорить о истинности данной формулы, тогда мы бы могли провести вот такое вот парадоксальное рассуждение, значит, мы это заделать не можем. Это теорема. Так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.